Учитель из Рузаевки Вадим Дерин встретился с президентом, не лично, конечно, а в компании лучших педагогов страны. В Кремле они говорили с Путиным о нравствах, о воспитании школьников, о выборе профессии, трудовом воспитании. Последнюю тему, кстати, и поднял учитель из Мордовии. Подробности у Татьяны Бебиновой. Для поездки в Крем его выбрали не случайно. Почетный работник образования России, учитель года Мордовии 2016, лучший по профессии в 2017 году. Обладатель президентского гранта. Все это Вадим Дерин, учитель географии в 10-й школе Рузаевки. В ней работает еще со студенческих лет. В классе полный комплект, новые глобусы и карты, видеофильмы о географии страны. В общем, есть все, считает Вадим Викторович, чтобы помочь ему сохранить у школьников интерес к географии. Конечно бы я поехал со своими детьми на озеро Байкал. Я был на озеро Байкал. Вопрос о путешествиях и почти невозможности совершить их в рамках школьной программы поднимает учитель из Санкт-Петербурга. На встрече в Кремле с президентом, педагоги, классные руководители из 25 регионов страны. Одни из самых лучших. Кто сам достиг успехов и помогает в этом своим ученикам. Президент предлагает вести диалог, говорить о важном, о воспитании нравственности в первую очередь. Вадим Дерин связывает это с возвращением в школу трудового воспитания. Что труд выявляет положительные качества человека, помогает видеть результаты труда. Как раньше, все школьники мыли полы в классе. Теперь нет, да и не все хотят это делать. Согласен, вообще труд он воспитывает. Детей нельзя решать вопросы экономии денежных средств на персональных, на тех, кто должен реально мыть полы, грязь собирать и так далее. За мытье полов Вадим Дерин еще получит в свой адрес немало колкостей от прессы. Но говорит, что имел в виду совсем не то. И не стоит понимать его столь прямолинейно. Имеются в виду какие-то моменты трудового обучения, чтобы дети получали какие-то профессиональные, начальные какие-то навыки, чтобы они могли помочь родителям, может быть, дома, может быть, выбрать свою будущую профессию. Да и вообще понять, как из чего, что состоит. Воспитывать нравственность в детях, считает учитель, следует неустанно. На каждом уроке, если в школе об этом позабыли, говорит учитель года, то самое время вспомнить. А Вадим Дерин еще до судьбоносной встречи решился на свой отважный воспитательный шаг. О демографии на уроках географии тоже говорят. В беседе с ребятами, я, с моими выпускниками, я им дал домашнее задание не на один год, а на всю жизнь. Я говорю, ребята, давайте с вами решать демографическую проблему, у вас должно быть не менее 5 ребятишек должно у вас быть, чтобы помочь нашей стране, в том числе и самим себе. Представлять родную республику на встрече с Путиным – это ответственность огромная, признается учитель-географ. Жизнь теперь разделилась на до и после, это уж без преувеличения, можно сказать. И перед очередным выпуском 11-ти классников, большую жизнь, и еще раз подумать, что главное в профессии классного руководителя, учителя-предметника. И в этом мнение Вадима Дерина и Владимира Путина совпадают точно, полностью. Нужно работать еще лучше, стараться, любить детей. Татьяна Бебенова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Розаевский район. Розаевский район.